всем добрый вечер меня зовут елена ронина и мой канал называется елена ронина культ поход с писателем точно также называется мой телеграм-канал пожалуйста не забывайте поскольку мы там много чего с вами интересного обсуждаем и мне всегда очень интересны ваши комментарии мне кажется что те обсуждения которые у нас идут там постоянно они важны понедельник у нас сегодня у нас сегодня литературный как всегда понедельник мы читаем и мы сегодня с вами продолжаем чтение мои новые такой новеллы который называется идеальный квадрат и мы прочитали с вами уже две части извините я буду попивать чай мою ромашку я немножко простыла поэтому вот такой меня голос сегодня но что делать понедельник дело святое поэтому будем читать и так идеальный квадрат он и она это те части две первые которые мы с вами уже прочитали люди которые встретились вот он у него уже была семья и взрослый сын и очень успешная жизнь и у нее в общем все было успешно но вот они встретились друг друга увидели и проскочила между ними искра и она проскочила настолько сильная что он вдруг решил все поменять в этой жизни понял что вот она наконец вот он всю жизнь этого ждал а она просто привыкла идти за своим чувством но если вдруг оно пришло при том что прям вот взаимное и он ей понравился и она ему понравилось ну а что собственно говоря мы будем страдать жена ребенок ребенок был и остается но жена она просто не подходит пусть идет жена идет все тоже подходящего никто вообще то есть и даже в голову не приходит что это что-то неправильное ему приходят но он понимает что жизнь-то уходит и и что ждать то а может это последний шанс и он так и не попробует вот этого последнего шанса да она молодая зато он рядом с ней тоже как помолодел и как он вообще стал заниматься спортом а дальше ему стало интересно что он же может этой девочки сколько всего дать вот например ее ровесник что он ей может дать ничего а он ей может и прекрасный спортклуб и какой-то отдых и какие-то гостиницы и машины все что угодно и он ей дает это от всего сердца и он успокаивается и понимает вот она вот она счастье все прекрасно вот в этот самый момент он не понимает что уже давно едет стало с ним скучно она собирает вещи и уходит от него для него это не просто шок него это но наверное это трагедия когда ты просто падаешь в пропасть и тебе кажется что жизнь закончилась вообще навсегда и дальше не просто ждать ничего даже не рассчитывай ну так вот у нас сегодня это было прям было это я вам рассказала краткое содержание первых двух частей которые вы можете прослушать у меня на моем youtube канале есть я вам ссылочки оставлю вот эти две части и мы там обсуждаем эти две части но сегодня часть 3 назывался это все идеальный квадрат сегодня часть 3 она называется жизнь после нее глеб пришел в себя после того как хлопнула входная дверь хлопок раздался не только снаружи но и изнутри сначала он подумал все инфаркт попытался аккуратно вздохнуть вроде бы дышит это хлеб это все нервы просто нервы нервы он не помнил сколько времени он вот так стоял посреди комнаты стоял и успокаивал сам себя все в порядке это все нервы не понимал про что он сам себе рассказывает причем тут нервы но мозг уцепился за фразу которая его успокаивала и убаюкивала и убаюкивала просто нервы нервы нервишки шалят все от нервов нервные клетки не восстанавливаются нужно просто перестать нервничать и так дальше в реакции на тему пришел в себя когда вспомнил что надо бы погулять с пёселем ах да пёселя тоже нет а потом он схватил телефон и лихорадочно начал набирать номер нет не ее бывшие жены вовремя спохватился и дал отбой жена тут точно ни при чем и потом прошло пять лет он не знал что он хотел услышать от марины слова соболезнования сочувствие сочувствие а кому еще рассказывать стыдно боже как стыдно а марина все же оставалась женой хоть и бывший лика замуж идти категорически отказывалась вернее так она молча пожимала плечами и не поддерживал эту тему глеб почему-то сразу понял что это серьезно что лика не вернется более того она так на него посмотрела перед уходом что глеб вообще не узнал ее она такая родная такая единственная смотрела на него как на пустое ведро ни интереса ни любопытства именно ведро прошла мимо пнула ногой даже не поморщилась услышав звук ржавого металла мало что и кого бывает в жизни но как он все стоял и ни одна мысль не приходила в пустую голову действительно ведро а потом был страшный запой и конечно звонил лики и угрожал и умолял она отвечала одна сложно и лениво но отвечала исполняла повинность не блокировала не ругалась но не жалела и не сочувствовала говорила с ним как с прохожим которому надо объяснить куда идти ну не знает он надоело ей понятное дело этот прохожий уже не молодой не очень-то интересный вот только страсть какой назойливой ну что поделаешь куда деваться она все же нормально воспитана старшим надо помогать тимуровка нецензурное слово тут идет не могу его произнести в итоге он сам понял что достаточно лезть в чужую жизнь и вдруг вспомнил а что собственно он про нее знал то что она то что она работает парикмахером то что есть мать которая ей не интересуется и с ней на одно лицо то что животных любит в дом пса привела и все маловато будет Глебу некогда было вникать во внутренний мир лике он формировал свой и делился с ней делился делился всем что узнавал что было интересно она же умный человек и она улыбалась молчала но улыбалась значит ей тоже было интересно или нет почему тогда молчала возмущалась бы предполагала бы свои варианты он же не против он бы обязательно пошел навстречу дни прозрения сменялись полной апатии не хотелось ничего жизнь резко покатилась с горы через месяц приехала жена позвонила в дверь он вылез в чем был перед дверью попытался пригладить волосы и открыть хотя бы один заплывший глаз это было ни к чему бывшая жена на него даже не посмотрела сразу прошла в комнату выгрузила продукты из двух сумок поставила варить суп запустила стиральную машинку предварительно закинув туда постельное белье все делала молча и по-хозяйски без обсуждений и нравоучений Глеб виновата сидел на краешке дивана и поглядывал вздыхая на Марину в голове все так же было пусто он не сравнивал не мог сказать что он рад приезду Марины как будто у него пропали рецепторы какой-то эмпатии просто человек вон посуду моет это хорошо перед уходом заправив постель чистым и собрав пустые бутылки которых собралась немало жена дала наказ вот так поддерживай такой красоте нужно соответствовать Глеб прокашлив прокашлившись только и сказал сама-то как то есть спасибо нормально я не за что родные люди спасибо Антиповым позвонили рассказали в каком-то дерьме слово было другое но она раньше и про дерьмо не упоминала ну дела все меняется мир меняется мир движется вперед это мысли Глебу определенно понравилось он за нее ухватился как за соломинку изменился мир изменилась Марина изменился он изменилась его жизнь но движение не остановилось закрывая за ней дверь он еще раз посмотрел на себя в зеркало потом вернулся на идеально заправленную кровать понял что наверное нужно выбираться он знал что у жены уже как год новый муж причем законный он же сам тогда настоял на разводе еще раз больно резануло воспоминание что Лика замуж выходить отказывалась зачем действительно зачем он ей сдался ведь она же это все заварила или он наверное все таки он но она поддержала так естественно Глеб тряхнул головой прочь эти мысли как-то нужно изгонять из головы как замещая их чем-то другим конкретным там где он кому-то нужен следующим утром он наконец-то вернулся к делам пришел в ужас от того что творилось на работе идиоты за месяц чуть в трубу фирму не выпустили он рычал и разбрасывал бумаги сотрудники прятались по своим кабинетам но радовались что ими снова руководят организаторы это редкость основная масса людей любит чтобы ими руководили чтобы давали советы потом они будут говорить что советы у него сплошь неправильные все он делает не так вот они бы ну вот у них самих была возможность и что и ничего поэтому сегодня они благодарны радуются и не обижаются кивают головами да да идиоты кто ж против все сделаем вы только скажите что делать через неделю в волю поизмывавшись над сотрудниками немного отошел понял что бизнес идет и кстати он его создал достаточно устойчивым Глеб немного пришел в себя и даже вышел на пробежку пришел в ужас от того что спортивный костюм налез с трудом встал на весы пришел еще больший ужас и понял что в конце концов он же сам себе дал установку жизнь идет вперед ему только 46 а еще через месяц на той самой пробежке его догнала Ира и они побежали вместе Ира не была не молодой не особенно красивой более того она была его на 2 года старше но вот уже как год они бегают каждый день вместе после пробежки возвращаются домой чтобы быстро позавтракать и уехать по своим делам а вечером с удовольствием вернуться в их общее гнездо ему понадобилось не очень много времени чтобы выздороветь через какое-то время он даже почувствовал к ней какую-то благодарность она показала ему другую жизнь вытянула его из вечного замотана а потом испарилась как ее и не было осталась привычка к здоровому образу жизни к жизни в принципе интересной разнообразной он наконец-то наладил отношения со своим сыном они много времени проводят вместе приходили мысли в головы а что он почувствует если встретит ее а потом и вовсе понял что даже думать об этом он не хочет конец третьей главы которая называется жизнь после нее вот такой у нас человек этот Галиад и что вы скажете про него я сама сейчас прочитала вы знаете и прям поразилась и вспомнила фильм который я недавно посмотрела когда я была в Узбекистане выяснилось что можно посмотреть фильм Барби на русском языке я быстренько туда отправилась в кино потому что очень много про этот фильм слушала и поскольку он там был без купюр я решила что обязательно этот фильм должна посмотреть и в этом фильме одна из вот таких мыслей что кто такой Кен Кен вообще это просто приложение Барби если бы Барби не было не было бы и Кена и потом как бы если Барби ничего не делает у Кена своей жизни нет в этом мире вот у Барби как у куклы у меня не было Барби я в нее не играла у нее есть дом у нее есть там хочешь кухня хочешь машина хочешь волосы накручивай хочешь обед вари а Кен он только на пляже то он на серфинге катается то он кока-колу пьет все и за Барби ухаживает вот так и этот Игорь понимаете не Игорь господи простите Глеб почему-то он у меня Игорем мне захотелось его назвать выясняется что он какое-то абсолютное приложение для женщин при том что это взрослый 46-летний мужчина который выстроил устойчивый бизнес который знает что вообще ему делать вот по по целям в этой жизни но по тому кто он сам что он и где он вот просто жить он почему-то не умеет он поставил себе определенные задачи вот задача они только профессиональные вот он отвечает в этой жизни вот за это за остальное ну вот пусть жена ответит или вот значит вот молодая женщина дальше ради этой молодой женщины он что-то готов сделать а вот для той жены он был не готов и для себя он был не готов ему обязательно нужна какая-то подзарядка ему обязательно нужен был нужен пинок или что это такое что это за такая жуткая совершенно инфантильность не к сожалению не редкое явление в сегодняшней жизни мне хотелось показать вот этого Глеба но может быть немножко его в таком гротескном виде хотя я думаю что нет я думаю что вот именно такие как раз граждане встречаются и наверное да вот такое вполне себе даже может быть конечно в этой истории наверное мне очень радостно за Марину за его первую жену которую смело пережить которая сумела выстоять я представляю как ей было сложно как ей было плохо как ей было тяжело когда тебя бросают когда тебя меняют на молодую когда ни разу за это время вообще тебе никто не позвонил и как я понимаю он занимался исключительно собой а ты должна заниматься и собой и сыном и рассказывать окружающим и рассказывать окружающим почему тебя бросили и даже если тебя не спрашивают тебе кажется что все об этом знают и только про это и думают страшное дело но она тем не менее все это выдержала и посмотрела на она отряхнулась начала новую жизнь и даже выстроила эту жизнь сама потому как ей казалось но когда с бывшим мужем случилась беда и она узнала это от общих знакомых она пришла на помощь она без сюсюкани без всего но она его знает лучше чем друг другой потому что другая то что вместе было становление она знала чем его выводить из запоя что его может поднять из этой ситуации она все сделала и ушла она поступила знаете как самый верный и правильный друг и это даже знаете не друг это по-человечески и вот то что на что мне хотелось бы чтобы у каждой из нас если не при виде господи такая ситуация случилась хватило бы сил это очень непросто нужно много мудрости нужно много на это какой-то не знаю внутренней какой-то вот такой уверенности в себе что ли но это нужно иметь иногда вот такая сила нужна не знаю может быть если бы у нее в жизни все не состоялось к этому времени то может быть было бы все по-другому но вот возвращаться в ту же реку оно ни к чему и как правило знаете вот по статистике я не знаю мы говорили с этим с вами об этом или нет но женщина она страдает долго два года и вот у мужчины есть два года чтобы вернуться если он за это время не вернулся слава богу если он за это не вернулся то женщина полностью выздоравливает полностью переосмысливает эту ситуацию понимает вообще с кем она жила и нафига он ей нужен и уже начинает жить другую жизнь и всегда эта жизнь будет значительно лучше чем предыдущая всегда по-другому не бывает потому что мы с вами тоже знаете вот мы все сейчас ну вот может быть я давно уже не слежу за жизнью там звезд или а раньше я например регулярно покупала журнал экран он по-моему назывался да и вот там читаешь как значит он от к заворотнюк ушел от заворотнюк пришел опять к жене и опять от жены благополучно ушел она его раз простила она его два просила да сколько ж можно вот поэтому стоит ли вот стоит ли так что Марина все слава богу вот такая история вот так она закончилась у Глеба ну что будем смотреть что чем закончится все о лике и в следующий раз обсудим как это вообще в целом ситуация нравится мне нравится и все это новеллу в целом меня зовут Елена Ронина мой канал называется Елена Ронина культ поход с писателем мы сегодня говорили про очень сложные отношения бросаем влюбляемся переживаем трагеди у нас такие происходят несмотря на то что в мире творится ужас что любовь никуда не девается любовь все равно в любом времени она всегда существовала существовала существует будет существовать и слава богу берегите друг друга мира и добра при этом и и не есть и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»